В первую очередь изменения коснулись земельных участков для индивидуального строительства. Теперь максимальная площадь трёхэтажного жилого дома не должна превышать 500 квадратных метров. Такое нововведение и позволит не допустить строительство многоквартирного дома на земле для ИЖС. Ну а если есть желание и возможность построить частный дом площадью более полутысячи квадратов, то это возможно, но только через публичные слушания. Ранее же не нужен был даже проект. В этой ситуации мы обязаны были выдать им заключение о том, что они могут строить, потому что они по параметрам попадали. В итоге на земельном участке для индивидуального жилищного строительства вырастал многоквартирный жилой дом. Далее мы обязаны были по тем же параметрам его вводить, по большому счёту. С этой целью, конечно, пошли на беспрецедентную меру. Мы установили максимальный объём индивидуального жилого дома для проживания одной семьи этажностью не более трёх. Это у нас формулировка для индивидуального жилищного строительства – 500 квадратных метров. Полностью исключить строительство высоток на землях, предназначенных для индивидуальных построек, призваны и другие поправки. Они касаются территориальных зон G3, G4, G5 и G6, где предусматривалось и среднеэтажное, и многоэтажное строительство, а также зоны G2, предназначенные для малоэтажек. Там вообще исключены виды разрешённого использования многоквартирный жилой дом, жилой комплекс. Вид разрешённого использования общежития переведён в условно разрешённый. Это говорит о чём? Что если заявитель на сегодняшний день захочет изменить вид разрешённого использования земельного участка, допустим, предполагаемого для ИЖС на общежитие, это будет в обязательном порядке проходить публичные слушания, то есть это будет максимально открытая процедура. Касаемо видов разрешённого использования в зонах G3, G6, это зоны малоэтажной, многоэтажной многоквартирной застройки, все виды разрешённого использования, это многоквартирный жилой дом, жилой комплекс, общежитие, также перешли в условно разрешённый вид. То есть аналогично это будет максимально открытая процедура через публичные слушания, через комиссию по землепользованию и застройке. Благодаря поправкам в правила землепользования теперь разрешено формирование земельных участков под многоквартирными домами так называемого старого фонда. Десятилетия назад участки под ними фактически были выделены, а юридически не закреплены. Теперь их нужно поставить на кадастровый учёт. Сделают это за счёт муниципалитета. Привязка к территориальным зонам здесь будет не важна. Чтобы люди могли формировать земельные участки с площадью, которая там меньше нормативной, в зоне, которая на сегодняшний день не позволяет. Но участка уже фактически сформированы границы, юридически ещё нет. Поэтому для того, чтобы жильцы вот такого старого фонда не страдали из-за правила землепользовательной застройки, мы вот эту формулировку убрали. Также ввели для ведения личного подсобного хозяйства нормативы по минимальной и максимальной площади. Аналогично, учитывая, что земельные участки делились на два, на три и более, была установлена минимальная площадь земельного участка 650 квадратных метров, максимальная 1200. Для того, чтобы земельный участок нельзя было разделить на два самостоятельных и не плодить коттеджную застройку.